В октябре в Нижнем Новгороде отметили особую памятную дату. В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения митрополита Нижегородского Эрзамасского Николая Кутепова. До сих пор люди, знавшие его, с теплотой вспоминают выдающегося архипастыря. Он управлял Нижегородской епархией почти 25 лет и за это время успел многое сделать для возрождения православия. Встречи с ним оказали большое влияние на многих деятелей культуры. Когда я стал председателем, а стал председателем я в 97 году, то есть с этого момента он был у нас в гостях практически на каждой выставке. Вот мы рождественские выставки делаем раз в два года, и вот на каждой выставке он бывал лично, на открытии, проходил по всей выставке, был потом разговор за столом как бы о искусстве и добились многого. Многих наших художников стали расписывать храмы, писать иконы, занялись иконописью, потому что до этого иконы как-то не приветствовались. Благословение владыки Николая определило творческую судьбу Валерия и Татьяны Гришины. Два десятилетия назад уже известные тогда керамисты начали делать иконы. Именно поэтому выставка их работ «Свет православия» стала центральной в череде праздничных встреч. Гришины создают в основном надвратные керамические иконы. Они знакомы прихожанам Печерского, Благовещенского монастырей, многих храмов Нижнего Новгорода и области. Образ «Спас нерукотворный» украшает вход в часовню над местом упокоения митрополита Николая. На выставке можно увидеть копию этой работы. Мы просто решили показать, что это вид искусства, а не промышленное такое повторение. И мы же не можем людей водить по всем объектам, тем более у нас и в Самаре есть, и в Орле есть эти иконы. Мы решили просто повторять какие-то иконы, потом сформировать выставку и показать, что вот оно есть, оно существует, указать, где находится. Потому что часто люди не знают, кто это сделал. Но дело не в том, чтобы знали, а просто знали, где эти иконы можно посмотреть в объектах. Современные иконы Гришиных совершенно органично смотрятся на храмах 17 века. Дело в том, что в своих работах мастера продолжают традицию русского узорочья. Это, по сути, поливные изразцы, которыми раньше славилась балахна. Изготовление такой иконы – трудоемкий и непредсказуемый процесс. Образ лепит пластилини. Это модель называется. А потом мы снимаем гипсовую форму. И уже в гипсовую форму мы наминаем массу, которую мы, в принципе, можно сказать, сами уже разработали, чтобы она выдерживала вот эти перепады дождик, снег, мороз, ветер, солнце. Вот потому что это в основном все уличные иконы. Наружного применения, как говорится, на всех храмах – это надбратные иконы. Большие керамические композиции весят более 30 килограммов, а значит, единое изображение нужно разделять на блоки. Работа над одним изразцом может длиться и год, и три. Мы рассчитываем, что где можно разделить, не нарушая изображение, не портя. А почему мы делим? Ну, потому что такой, конечно, кусок не поднимешь, и он технологически просто треснет с такой большой. Форму можно использовать несколько раз, но получаемый отпечаток нужно дорабатывать. Сделать две абсолютно одинаковые иконы не получится. На цвет покрывающей глазури влияет даже то, в каком месте в печи находится керамический блок. В живописи на доске, на холсте, на металле пишут плоские иконы, а у нас, вот как вы видите, объем. И в керамике это очень сложно тем, что глазури, они текут в обжиге. И надо предугадать количество глазури, положенной на основу, и чтобы она не текла. И в то же время это же не просто. Вот если красный, там красный цвет положил, и все. Там несколько слоев, несколько глазури, но, опять же, надо было решать, что с чем сочетается. Ну, мягко говоря, дружить друг с другом или нет, потому что бывают такие моменты, что в обжиге просто исчезает свет. По химическому составу они уничтожают друг друга. Это тоже в голове надо держать постоянно. Но со временем это не то, что вот муки, запоминания, а это естественно происходит, что уже наработки такие идут. Покрытие образа разноцветной, в том числе золотой глазурью, художники считают прорывом нового времени. Ведь керамические иконы были известны и в XIV веке, но тогда их делали матовыми. Работы в такой технике тоже есть на выставке. Это произведение Олега Гришина, сына мастеров. От его икон, которые повторяют в керамике известные образцы древнерусского искусства, веет суровостью русского Средневековья. Выставка, которая так причудливо соединила творческую судьбу художников Гришиных и историю служения митрополита Николая, будет открыта в Нижегородском художественном музее до 4 ноября. А в Музее русского патриаршества города Арзамаса работает экспозиция духовной пастыри земли Нижегородской, посвященная памяти владыки Николая. Небольшая выставка особо ценна подлинными вещами, которые принадлежали митрополиту. Здесь можно увидеть его митру, мантию, посох и панагею. Старшее поколение арзамасцев относится к этим предметам с особым трепетом. И это подлинное облачение Николая Кутепова. И там внизу мы можем прочитать даже митрополит Николай. Когда везли мощи батюшки Серафима Саровского, просто все арзамасские жители уверовали. Три дня здесь были мощи, и весь город Арзамас просто на коленях стоял, на площади соборной. Ну и тогда служил митрополит Николай Кутепов. Мы его видели и запомнили. Годы прошли. Лучшие моменты наши, может быть, жизни, жизни города Арзамаса при митрополите Николае Кутепове. Те, кто лично не помнит митрополита Николая Кутепова, найдут на выставке немало точных штрихов, дополняющих портрет владыки, известный им по фотографиям и публикациям. Его жизненный путь, его труды, его любовь к Отечеству, к матери Церкви, она бесценна. И это огромный, прекрасный пример для именно подрастающего поколения, для всех тех людей, которые владыку не застали. Но его молитвы, его труды на нашей Нижегородской земле, о них подрастающее поколение. Молодые люди должны знать. Для них это будет душеполезной информацией. Есть фонд митрополита Николая. По этому делу владыки Николая продолжается. Это год-то не 90-й, это раньше. В Арзамасе немало жителей, которые видели владыку Николая Кутепова и сохранили личное теплое отношение к нему. Наталья Ивановна Подмогильная бережет фотографию, на которой запечатлен эпизод визита митрополита в город. Снимок достался ей по наследству от бабушки. Это был 88-й год. Жители Арзамаса, как их было много, с какими удушевлениями встречали владыку. И она всегда мне говорила, на архиерейских службах надо бывать, владыка всех благословит. И как-то очень было почтение к этому уважаемому человеку. Мы до сих пор его чтим и любим. Выставка «Духовный пастырь земли Нижегородской» в Музее русского патриаршества в Арзамасе продолжит работу до конца этого года. В Нижнем Новгороде состоялась вторая отборочная игра интеллектуального клуба «Что, где, когда» Соломонова решения. Такие соревнования отличаются от знаменитой телевизионной программы в первую очередь своей массовостью. В этот раз в зале Сельскохозяйственной академии собралось 12 команд знатоков. Многокомандная игра происходит по тому же принципу. Единственное, что в отличие от знатоков, которых мы с вами смотрим по телевизору, здесь команды пишут ответы на бумажечки, и специальные девочки или мальчики их собирают и приносят на стол к секретарям, которые проверяют правильность ответов и вносят их в список. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Соответственно, кто наберет больше баллов, тот побеждает. Первые игры такого формата состоялись в Нижегородской епархии еще в 2016 году. С этого момента интеллектуальные состязания полюбились многим. Одна из причин – 33 нестандартных вопроса. После каждой игры участники обязательно просят прислать им эти материалы для тренировок. Многое становится поводом к более глубокому и осмысленному прочтению Библии. Вопросы самые разные, то есть тематики никогда никакой определенной нет. Единственное, что отличает наше «что, где, когда» от телевизиону, что у нас все вопросы так или иначе связаны с религиозностью, с культурным влиянием христианства, ислама, иудаизма, ну, вообще всех авраамических религий. Как они влияли на историю, на литературу, на архитектуру. То есть вопросы могут быть самые-самые разные. Это очень неоднозначные, неординарные вопросы в обычной жизни и в обычной интеллектуальной игре ты их не встретишь. Это очень здорово, когда напрягаются мозги, ты там пытаешься в себе что-то найти, это прям, ну, ну, хорошо. Даже если ты пришел уставший, голодный, то на время игры эти ощущения все уходят, и ты наслаждаешься процессом общения. Раньше основными участниками игр были команды городских благочений, в которых собирались сотрудники храма, храмов и прихожане. В отборочных играх этого сезона большинство игроков представляют светские вузы. Среди них много дебютантов, для которых уровень сложности соревнований стал неожиданностью. Пока еще не огласили, как у нас сейчас дела идут именно. Надеемся, что не самое последнее место будет. Потому что вот действительно мы не очень в религии все разбираемся. Некоторые исторические события тоже не все помним. Сложно. Прошло уже 11 вопросов. В двух мы были полноценно уверены, сразу узнали ответ, когда уже зачитывали. А в остальных приходилось думать. У разных членов команды свои ответы. Приходится убирать какой-то средний между всеми. Но с этим работаем. Думаем, дальше лучше будет. Тяжело в том плане то, что мы только впервые еще узнали друг друга. В первые месяцы работаем. И построить сложно. Но уже получается. Что, где, когда – это игра не столько подготовки, это игра интуиции, озарений, командного штурма. Знаний здесь являются лишь одним из инструментов. То есть игрок может не знать, но догадаться по ходу. Поэтому здесь действительно мы как никогда зависим не столько от себя, сколько от, можно так сказать, помощи Божьей. Вот. То есть насколько действительно Господь сподобит того или иного человека раскрутить вопрос, додуматься до ответа. Или наоборот, кто-то подает идею, кто-то ее докручивает уже до нужного момента. То есть все может быть очень по-разному. Победителями этого тура стали сразу три команды. Приокского и Сормовского благочений, а также Приволжского исследовательского медицинского университета. Впереди еще одни отборочные соревнования и финальная игра сезона. Там встретятся девять команд победителей. Организаторы уверены, что в будущем в этом интеллектуальном турнире примут участие еще больше игроков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова